Я извиняюсь, я переболел, и у меня то приходит, то уходит кашень, так что, если я немного кашляю или голос мой не такой, как всегда, я извиняюсь, проявите терпение ко мне, пожалуйста. Ну, я рад быть в церкви, слава Господу, я знаю, что многие болеют, но все проходит, и все болезни, и все это проходит, а Господь один и тот же. Итак, перед вечерей я хочу поделиться несколькими мыслями, такая короткая проповедь, а потом у нас будет вечеря Господня, у нас не будет сегодня длинное служение, и как я уже читал, я еще раз прочитаю этот стих. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его, перейти от мира сего к Отцу, я видел делом, что возлюбил своих сущих в мире, до конца возлюбил их. Возлюбил своих сущих в мире, до конца возлюбил их. Как я уже говорил, почему пришел Иисус Христос? Библия говорит, что перед праздником Пасхи Иисус знал, зная, что пришел час Его. Иисус знает, что пришло время, время, для которого Он пришел в этот мир. Время, где Он пришел, чтобы взять грехи мира сего. И мне кажется, это самое было бы хорошее время для Иисуса Христа сказать всем ученикам, Вы знаете, я много себя посвятил вам. Я три года с вами ходил, я вас учил, я вас терпел, я старался показать, научить. Но теперь у меня будет очень трудное время. Передо мной Голговский крест. И мне нужно время побыть наедине одному, поскорбеть, подумать, прийти в себя, как мы говорим. Мне кажется, это было бы нормально. И если бы Он так попросил, мы бы поняли нашего Господа Иисуса Христа. Его ждал очень-очень тяжелый день. Самый тяжелый день в истории человечества. И что Иисус Христос делает? Он фокусируется на себе. Что Он делает? Он фокусируется на то, что перед Ним должно произойти. Написано, Он явил делом, что возлюбил своих сущих в мире. Господь любит этот мир, ибо так возлюбил Бог мир, что дал Сына Своего Единородного. Но Господь также очень любит своих. Своих. Те, которые являются Его детьми. Очень важно быть детем Божьим. Быть своим для Господа. Быть своим для Иисуса Христа. Я вам скажу, дорогая церковь, можно вырасти в церкви и пойти в ад. Можно вырасти и закончить христианскую школу, христианский колледж. Можно все знать. И как мы дальше читаем, Иуда, который был рядом, все понимал, все знал. Но никогда, никогда мы не видим, что Он называет Иисуса Христа своим спасителем в Библии. Никогда. Свои – это те, которые приняли Иисуса Христа. Свои – это те, которые являются частью церкви. Свои – это дети Божьи, которые приняли спасение по вере в Господа Иисуса Христа. Это свои. Не те, кто посещают, не те, которые знают, но те, которые имели встречу с Богом. Которые имели покаяние в своей жизни. Которые испытали духовное возрождение. И которые больше уже не живут жизнью, которой они раньше жили. Для греха, для себя. Иисус, Он возлюбил Своих. Какое утешение знать, что тебя кто-то любит. Люди много делают в жизни для того, чтобы их любили. Но как прекрасно знать, когда сам Бог любит тебя. Как прекрасно знать, что Бог любит тебя. Может, Бог не всегда говорит и позволяет нам в нашей жизни то, что мы хотим. Или как мы хотим. Но как прекрасно понимать, что в конце дня Бог, который любит меня. Он рядом возле меня. Именно вот такой Спаситель наш. Перед распятием Он показывает свою любовь к Своим. Бог есть любовь. Вся Голгофа, все спасение, мотивация одна. Любовь. Любовь, которую нам трудно понять. Я хочу вам сказать, дорогая церковь, что ко мне недавно я пришел, я нашел ответ. У меня есть вопросы к Богу, когда читаю и изучаю Писание. У меня есть вопросы к Богу. Почему так некоторые вопросы? И вот с одних этих вопросов был отвечен. Я хочу вам сегодня об этом поговорить. У меня был вопрос к Богу. Иисус, ты знал, что Иуда предаст тебя. Зачем ты его избрал? Why? Если ты знал все, что так произойдет, зачем выбирать, зачем избирать Иуду? Если ты знал, что он будет вор, зачем вора брать к себе в компанию, в общение? Why? Я не понимаю. И вот ответ, который я получил. Вы видели в своей жизни когда-то очень-очень больного ребенка? Такой болезнь, которая безвыходная, безвыходная болезнь. Видели? Мы все видели. А вы видели, чтобы хоть раз в таких ситуациях мать этого ребенка сдавалась и бросала его, потому что он болен? Никогда. Как бы болен ребенок не был, даже если эта болезнь очень плохая, мать всегда будет рядом стараться помочь и спасти. Иисус старался спасти все равно Иуду. Зная его душу, зная все, что он сделает, зная его путь, Иисус, вот это любовь Божья, превыше человеческой философии и разума. Господь все равно старался спасти Иуду, зная, как все плохо и как все ужасно. Он не сдался. Вот такой наш Господь. То есть Он знает наши грехи, Он знает нашу жизнь, Он знает, что ждет впереди. И Он все равно старается спасти нас и помочь нам. Итак, почему Иисус выбрал Иуду? Мне кажется, здесь несколько уроков можно взять. Потому что в втором стихе мы читаем, «И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонова и сказал, предать его». Тут уже несколько можно уроков взять. Первое, мы можем взять, Он избрал, потому что Иисус старался спасти Иуду. И Он старается спасти свою душу. Бог терпит к нашим грехам, к нашему непослушанию, к нашему нарушению Слова Божьего. И Он не сдается, Он все равно старается спасти нас. Второе, мне кажется, можно взять с этой истории с Иудой. Сила греха. Вот ему эти 30 серебряников захотелось так, а? Вот это плоть, а? Вот так хочется. I really want this. I really, I really want эти серебряники. Вот эта плоть, она всегда, она всегда присутствует с нами. Она всегда хочет. Вот ему надо были эти 30 серебряников так сильно. Надо. Сильно было надо. Вот так плоть, она хочет. Она хочет. То есть второй урок с этого, что? Что можно быть рядом, рядом возле Иисуса Христа. И плоть будет оттягивать от Иисуса и заставлять нас делать то, что противное, его учению. И последнее, я взял с этой тоже историю какое, почему Иисус избрал. Мне кажется, Иисус в этом показал нам, что у меня был Иуда, и у вас будут Иуды. То есть в Церкви Божьей будет предательство. В Церкви Божьей будут люди, которые будут в Церкви, а потом будут уходить и говорить, и приносить раздоры. Иуды, которые, как Иоанн говорил, они были с нами, но они не с частью нас. И если у Господа Иисуса Христа, вот Его Церковь, Его общение, Его проповеди уже нигде не придерешься. Там был Иуда. То это показывает нам, что и в наше время будут люди, которые будут в Церкви, но не будут с Господом. К чему я это все говорю, дорогая Церковь, перед Пасхой? Такой человек, как Иуда. Иисус умывал ему ноги, он знал, что он его предаст. Иисус умывал ноги другим ученикам, Петру, он знал, что он от него отрекется. Он знал, что другие ученики разбегутся. И в самый тяжелый момент своей жизни, что он делает? Он служит своим ученикам. Зная, что они будут так с ним поступят. Зная, что они оставят его. Зная, что отрекутся и предадут. Зная, что он будет один. Но написано. Показал делом, что возлюбил своих сущих в мире. Вот это любовь Иисуса Христа. Зная, что его не будут любить. Зная, что его не будут, не будут с ним рядом. Он любит. И вот эта любовь, такая любовь Христа, такой любовью нас любит Господь. Иисус Христос любит такой же любовью нас, своих. И сегодня, когда мы будем участвовать в Вечере Господней, будем благодарить Бога за Его любовь. Слава Богу, что у Него не такая любовь, как моя. Мы любим, когда только нас любят. Мы любим, когда только нам делают что-то приятное. Мы любим только, когда кто-то нам нравится или соглашается с нами. Но как любил Христос Иуду, как Христос любил Петра, как Христос любил учеников, это другая любовь. Любовь, которая перед самым Голгофой снимает с себя одежду, становится рабом, делает работу раба. Грязную, грязную работу, чтобы послужить уже в последние минуты перед своей Голгофской смертью. Он все равно показывает свою любовь ученикам. Пусть Господь нам поможет помнить, что самое главное, Слово Божье учит, что Бог есть любовь. Бог есть любовь, что Он послал Сына Своего на эту землю по любви к нам. И вот эта любовь, она очевидна. И эта любовь, она не только односторонняя к тем, которые принимают Его, но она к Иуде и к всем другим. Она многогранна, она глубока, она сильна. Какие бы у тебя сегодня грехи и недостатки не были, ты можешь идти к Иисусу, потому что ты знаешь, что Его любовь другая. Он простит, и Он очистит. И Он бы Иуду простил, если бы Иуда пришел. Петра Он простил. Мы можем идти к Нему, потому что Его любовь, она велика. Аминь. Аминь. Давайте мы помолимся. Спасибо. Спасибо.